Добрый день, меня зовут Дмитрий Патрушев, я один из авторов сайта videosmile.ru И это второй урок о выделении, а в целом урок уже третий. Небольшое такое добавление по поводу выделения, в котором я бы хотел вам рассказать о некоторых, что ли, горячих клавишах для выделения. Для этого включим второй режим выделения, в котором выберем выделение по линиям, или нажмем просто кнопку 3, после чего выделим одну линию. Что вы видите? Помимо того, что выделилась линия, мы видим еще и стрелочку. Стрелочка обозначает, в каком направлении будет двигаться выделение, если мы нажмем кнопку F. При нажатии кнопки F, напомню, естественно, английской кнопки F, выделяется каждая последующая линия. А если нам нужно по кругу целиком выделить все, то мы нажимаем английскую кнопку L, после чего выделяется линия целиком. Если нажать кнопку Shift и кнопку G, то, как мы видим, от вот, еще раз для демонстрации L, Shift G, и как вы видите, равномерно со сторон вверх и вниз расширилась область нашего выделения. Еще раз Shift, извините, L, Shift G, Shift G, Shift G. Как вы видите, таким образом можно выделять, как бы, по кругу, вокруг области. Если у нас была бы более сложная геометрия, к примеру, загрузим небезызвестного уже для нас Мэя. Где он там у меня валяется? Включу шейдер с сеткой. То, если бы мы хотели выделять, допустим, по этому свитеру, к примеру, сложно понять, что именно это за вид верхней одежды, выделяем несколько примитивов. И теперь, нажимая кнопку Shift G, мы расширяем эту область, что существенно облегчит нашу работу. Нам было бы очень сложно выделить геометрию под курткой. Как вы видите, если бы мы вручную выделяли, то наверняка захватили бы куртку и очень долго мучились. Капюшон, если нам не нужен, мы можем потом убрать. И продолжая Shift G нажимать, мы как бы все больше и больше начинаем захватывать нашу геометрию. Еще, что бы хотелось сказать. Вернусь опять к торусу. Итак, при выделении какой-либо одной линии... Черт. Одной линии. И если мы нажимаем F, то, соответственно, идет за стрелочкой выделение. А если нам нужно стрелочку поменять, то нужно нажать Shift и R. Английскую букву R. И стрелочка меняет свое направление. Допустим, если бы мы выделяли тут, Shift R, там F, F, F. Потом добавим еще какие-то линии. Там Shift L, Shift... Там тут, допустим, F, F, F. Shift даже не надо нажимать. В этом случае и так добавляется выделение к уже выделенному. С вами был один из авторов сайта videosmile.ru. Меня зовут Дмитрий Патрушев. Спасибо, что смотрели. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok